СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Впереди четыре выходных праздничных дня, и мы уже привыкли как-то из года в год, в том числе в этот день, в эти дни проходят торжества, посвященные межнациональному сотрудничеству, взаимодействию и дружбе. Я думаю, что такой бренд, словосочетание за последние годы возникший, он уже внутри хорошо засел, парад дружбы народов, мы как-то привыкли уже к этому словосочетанию, фестиваль национальных культур. И сегодня мы ставим задачу анонсировать эти мероприятия, ну, может быть, не только эти, мы еще заглянем в ближайшее будущее, но, так или иначе, приглашаю всех внимательно слушать сегодняшнюю передачу СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ и представляю наших сегодняшних гостей. Руководитель Дома Дружбы Народов Кировской области сегодня с нами Андрей Седавных. Андрей Васильевич, добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Владимир Зайцев, заместитель министра внутренней информационной политики Кировской области. Владимир Михайлович, добрый день. Вы как раз в министерстве курируете вопросы межнационального сотрудничества. И Вячеслав Тихонов, президент культурного фонда «Яркий город». День добрый. Да, всем день добрый, несмотря на то, что погода такая промозглая, холодная и дождливая. Мы все-таки надеемся на то, что солнца еще хватит на наш с вами век. Приедет Рома Зверин в следующей неделе, споет про дожди пистолетов. Рома Зверин, но он не в рамках все-таки межнационального мероприятия будет выступать. Итак, уже заявлено, что в день города, непосредственно 12 июня, у нас будет одна из площадок на территории областного центра, куда мы приглашаем представителей различных конфессий, диаспор. Их у нас, как известно, много в регионе. Андрей Васильевич, итак, 12 июня. Сразу же обозначим, это сквер борцов революции, перекресток всем известной Динаморского проезда и улицы Московской. И вот там как раз будет площадка под названием «Фестиваль национальных культур». Да, все верно? Совершенно верно. Вы как организатор, как Дом дружбы народов, вам и слово. Да, мы для придания, наверное, национального колорита больше сориентируемся на улицу Казанскую. Национального колорита? Да, да. Поясните, что вы имеете в виду. Сориентируемся на то, что у нас есть в городе Кирове замечательная улица Казанская. И вот как раз практически на перекрестке Казанской и Московской этот замечательный сквер, в котором будет на площадке работать фестиваль национальных культур 12 июня с 12 часов. В День России непосредственно в полный будет начало праздника. Да, в День России, День города Кирова. Ну, про программу, естественно, я хочу спросить, чтобы информировать наших слушателей. В нашей программе традиционно это выступление национальных коллективов. В этом году мы значительную часть программы наполняем коллективами Кировской области. Это коллективы, которые мы приглашаем из районов. Это народы, традиционно, издавна, издревле проживающие на территории Кировской области. Это, разумеется, русские коллективы. Это татарские коллективы, марийские, удмуртские. И, разумеется, здесь же наши национально-культурные объединения представляют своих самодеятельных артистов, которые традиционно участвуют в мероприятиях Дома дружбы народов. Это представители национально-культурных объединений, диаспор и общин Кировской области. Откуда, непосредственно, из каких районов приедут гости? Это Вятские поляны, Малмыж. Юг области. Да, и у нас также будет коллектив, представляющий культуру народа Коми. Впервые? Ну, мы его еще в своих мероприятиях не задействовали, но в данном случае для нас это впервые. Но можно сказать, что дебют будет, да? Да. Коллектива непосредственно из республики Коми? Нет, это наш коллектив из района Кировской области. А из какого района? Интересно просто. Северо-запад области. Ну, какой район? Ну, что там у нас? Прорабатывается опрос сейчас. А прорабатывается сейчас. Стани готовы непосредственно познакомиться с какими-то основами. Да, желающих очень много. Владимир Михайлович присоединяется. Желающих очень много, поэтому сейчас прорабатываем опрос для того, чтобы не просто, так сказать, приехал коллектив и ради того, чтобы себя показать, и чтобы это было действительно насыщенная, хорошая программа, очень зрелищная. Поэтому мы сейчас решаем вопрос. Да, вот Андрей Васильевич сказал, что действительно по Коми мы решаем вопрос. То есть сейчас идут переговоры. Я думаю, что к этому времени, к дню проведения праздника мы успеем. И, наверное, число 11-го мы уже будем иметь на выходе определенность этот контур, который, так сказать, у нас будет представлять вот на этом празднике в сквере на борцов революции. В таком случае мы постараемся сделать все для того, чтобы Кирочану было весело. Может быть, изюминку. Мы пока не будем об этом говорить. Она будет изюминка. И в том числе и на театральной площади, и в том районе города Кирова, о котором говорил Андрей Васильевич. Она будет такая приятная, хорошая изюминка. Это новация, как говорят юристы, да, вот мы используем. Поэтому, ну, увидите сами. Ну, может быть, сейчас вопрос задам не слишком простой. И все-таки, вот я говорил, да, парад дружбы народов. Мы привыкли, что, Слава, подсказывайте, сколько? Три года подряд мы наблюдали, да? Три, три на моей памяти. И в этом году, в День России, мы без парада дружбы народов обходимся. Можете прокомментировать это? В этом году, вот, к примеру, мы ориентируемся на определенные погодные факторы. Зная заранее прогноз, мы ориентировались на стационарные площадки. И, как бы, не хотели бы людей в национальных костюмах проводить, извините, по цепочке луж. Под дождем, что промокли. Да, да. То есть, ну, мы, проще говоря, знали этот прогноз задолго до начала проведения мероприятий. Но, так или иначе, от идеи-то мы не отказываемся? Вячеслав, как одного из авторов проекта, я спрашиваю. Ну, тут ведь на текущий момент у нас в России где-то порядка 10 регионов проводит парад дружбы народов в России. Заявляется мы... Но все пошло от нас, из нашего города. Я помню, вы неоднократно рассказывали в наших передачах. Мы координируем эту работу. То есть, такая, если регион желает проводить, он проводит, не желает, не проводит. Это же такая некая общественная гражданская активность. Вот. Возможно, летом при хорошей погоде еще можно вернуться будет к этой идее. Андрей Васильевич. Да, у нас запланировано проведение шествия схожей тематики. Поскольку то, что мы говорили о параде, то все-таки эту идею воплощал Вячеслав Алексеевич. И как бы мы... Ну, Эльдора Гусейнова тоже не можем забыть, конечно. Мы не можем ею воспользоваться. Это идея Вячеслава Алексеевича. Поэтому... Мы никому не запрещаем, что это понятно. То есть, в данном случае, это такая некая общественная инициатива. Мы здесь, даже как правообладатели какой-то темы, мы еще никому не отказали. И я бы хотел еще раз дополнить, что мы все-таки реализуем идея вшествия. Но это будет в августе к Дню флага России. К Дню флага России. Да. Вот Азис Альич, да. Азис Агаев, ведущий программы, союзнерушимый дат, к нам присоединился. Добрый день. Негде припарковаться и встать. Ну, сегодня паломники крестного хода возвращаются. Да, и центр города перекрыт. Вот мы как раз затронули темы, почему мы без парада в этом году. Ну, грустно, что без парада. Андрей Васильевич говорит, что одна из основных причин – это погодные условия. Придумал Андрей Васильевич. Никогда для национальных представителей национальности погода не была как бы никаким препятствием. Если только для власти погода вдруг стала препятствием. Если вы хотите оправдать, так сказать, что вы не сделали, то, конечно, град был вчера. Я хочу напомнить, что Дом дружбы народов не является представителем власти, поэтому вот, к сожалению... Я сказал, что вы оправдываете в данном случае. Зачем это делать? Погода тут никакой роли не играет. Я хотел бы узнать истинную причину, почему это... И кто бы здесь, наверное, Владимир Михайлович, так сказать, является представителем власти. Отличное мероприятие, подхваченное по всей России, которое началось с Кирова, и вдруг в самом Кирове-то и не происходит этого. Ну, давайте, скажем так, значит, будем говорить, что, в общем-то, идея хороша, и в прошлом году мы провели, и все получилось, Александр Александрович, да? Поэтому я думаю, что мы обсудим этот момент. Вот давайте, я сейчас не буду говорить какие-то там обещания, что-то, но действительно, если идея, если она действительно исходит из корней вязкой нашей земли, да? Именно так. Будем, будем, будем обсуждать, будем проводить мероприятия, будем поддерживать. Пягко говоря, как-то не по себе как-то, вот, да, после таких трех лет успешного проведения, и хотелось бы, конечно, чтобы развивался. Да не просто успешного, а практически по всей России подхваченное. Нет, вы знаете, мы проводим очень много мероприятий, учитывая, что у нас на территории региона проживают представители 112 народностей, у нас 24 национальных объединения, 5 культурных центров. Поэтому, вот, говорить, что, так сказать, вот, и обострять, мы, я идею понял, так сказать, да? Мы законструктив, безусловно. Мы будем обсуждать, как в случае встретимся и обсудим это, не обязательно, конечно же. Если вы, Владимир Михайлович, вот, на моей практике почему-то представители власти любят, как бы, или, ну, не в упрек вам, потому что мы с вами-то, я вообще первый раз, как бы, по этим темам разговариваю. Ну, познакомимся, конечно, будем сотрудничать уверенно. Что когда чего-то начинаешь говорить, а почему вот это не произошло, это не произошло, вот, как бы, вот эта вот фраза, что вы не обостряете, если вопрос не поставлен, он не будет обсуждаться. Нам нужно, как бы, сделать так, чтобы вы понимали, что хорошие мероприятия нужно поддерживать. Вы знаете, вот, и мероприятия хорошие. Хорошие мероприятия, безусловно. Вот, и мероприятия, которые, на самом деле, жители города Кирова, когда мы ходили в параде, так сказать, и во время праздника там, да, мы видели, что жители города Кирова радуются. Они радуются, они ходят, фотографируют, фотографируются, участвуют в мероприятиях, так сказать, участвуют вот этих вот представителей национальности и так далее. И вдруг мы, значит, слышим, что... Ну, давайте мы поступим таким образом, чтобы, значит, мы встретимся обязательно. С Александром, мы обсудим этот момент, и я думаю, что мы на конструктив выйдем. Только на конструктив. Нельзя хорошие мероприятия. Берем слово, что обсудим еще. И все-таки, я прошу прощения, хочется немножко, наверное, конкретизировать, все-таки, наверное, Ази Целевич имеет в виду не непосредственно мероприятие, а форму, в которой это мероприятие... Все-таки парад — это форма, это шествие. То есть... Одна из составляющих большого мероприятия. Это всего лишь форма проведения мероприятия. У меня курс философии был, как бы, достаточно большой срок, так сказать. Давайте не будем говорить про дуальное сочетание форм и содержание, потому что, если меняется форма, то содержание страдает от этого. И это уже доказано не мной, а учеными-философами, так сказать, и практикой. Поэтому, что тут говорить-то? Почему именно страдает? Нет парада, значит, нет того восприятия и той ситуации, и того содержания, которое было. Я, к сожалению, такой философской связки не знаю, чтобы от изменения формы содержание страдало именно. Оно тоже... Нет, ну, мне в ВУЗе повезло, я закончил замечательный, уважаемый ВУЗ. Хорошо, все, будем доверять Владимиру Михайловичу, что вернемся к обсуждению. Нет, обсудим, мы будем обсуждать идеи, потому что все то, что передовое, все очень хорошее, то, что несет позитивный заряд в себе, мы, в общем-то, не отрицаем. Я сейчас не готов, в общем-то, перечислить те мероприятия, которые мы провели, которые мы будем проводить и которые планируются. У нас вот даже вот по... сейчас буквально стало известно, по 15-му числу, значит, по Ураза-Байрам... 15 июня. Июня, прошу прощения, да. У нас будет Сабантуй, 16 июня будет в Корино-Слободском. Мы готовим и поддерживаем всячески. У нас 30 июня в Вятских Полянах областной Сабантуй. То есть очень праздники, сейчас у нас пришло лето, праздники пошли чередой, поэтому мы всегда поддерживаем, поддерживаем тот позитив и хороший настрой, который имеется у наших граждан, и всегда идем навстречу, так сказать, в мире по возможности. Понятно, есть определенная финансовая составляющая, да, о которой мы все время говорим, но не все, не главное, не все упирается в деньги. Здесь все то, что положительное, позитивное, то, что он предлагается, мы обсуждаем и принимаем, и, поверьте, относимся к этому очень серьезно. Андрей Васильевич, давайте вернемся к мероприятию 12-го числа, который в полдень начнется, да, фестиваль национальных культур. Мы только рассказали еще про коллективы, которые приедут, они выступать будут. То есть они друг за другом, да, будут они? Да, совершенно верно, это концертная программа, да. Реально-то вот, ну, я вот слышал по ходу, пока как бы ехал там, сколько всего реально вот будут выступать коллективов? Это больше 17 коллективов. Больше 17 коллективов. Планируется, планируется. Планируется, мы подчеркиваем, да, планируется. Мы обсуждаем, мы ходим на переговоры с коллегами, ну, плюс-минус, понятно, да, там, в силу объективных причин, может быть, больше, может быть, меньше, пока рень вырос на это количество. Ну, коллективы, которые и раньше участвовали, приезжали, да? В том числе. В том числе. А есть и новый еще ансамбль? И не только кировский. Нет, к примеру, московский ансамбль АДАТ, который представит. Приедет Москва все-таки, вот, как-то мы забыли об этом. Дагестанский. Да, это дагестанский коллектив. А еще? Он представит ряд, ряд, у нас было предложение к ансамблю АДАТ представить танцы различных народов, они на это откликнулись, поэтому они и выступили. Ну, как? В дагестанце будут танцы различных культур представлять. То есть целый концерт представлять. Да. Любопытно. Да, Владимир Михайлович. Ну, это одна из изименок, о которой я говорил выше сегодня, поэтому у нас еще будет новаться. Нет, давайте я не буду рассказывать, потому что это будет неинтересно, тем более прямой эфир. Поверьте, это, в общем-то. Ну, мы пробуем, надеемся, что мы не эмпирическим путем идем, путем проб и ошибок. Я думаю, что все у нас получится, безусловно, потому что предлагаем усилия, и творческие люди, которые болеют и ратуют за это дело, этим вопросом занимаются, слава богу. Поэтому есть там еще определенные. У нас и на театральной площади 12 июня с участием губернатора Игоря Владимировича Васильева, там будем проводить мероприятие, это и вручение наград, и занесение на доску. То есть, она обширно, сейчас верстается программа. Ну, там, конечно, как бы посвященная Дню города, Дню России и так далее, да? Верстается программа. В том числе, ну, наверное, мы поделимся, Андрей Васильевич, да, в том числе будет, как это правильно сказать, шатер, палатка, в том числе, где мы будем угощать чай нашего. Это будет на театральной площади. Да, это будет на театральной площади, да, и там, очевидно, будет вопрос, там будут обсуждаться проблемы в контексте этого праздника, да, он может не так и глобальный, но тем не менее. Я хочу сказать, что у нас практика встречи с руководителем представительных диаспор взята за основу. У нас сейчас не реже, одно раз в квартал Игорь Владимирович встречается, мы обсуждаем, даже это не в плане нашей рабочей группы по гармонизации международных отношений, это совершенно отдельное мероприятие, на которое диалог, 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 то есть это на самом деле диалог, это не монолог, обозначаются проблемы, мы берем на карандаш, они действительно есть, потому что мы слышим то, что говорят нам руководители национальной диаспоры, мы решаем, сейчас очень большое будет движение по общественной наблюдательной комиссии, там мы ряд организационных мероприятий принимаем, да. При министерстве внутренней информационной политики вы имеете в виду? Значит, в том числе, у НК это отдельный руководитель, да, значит, вводим состав по просьбе диаспор, можно перечислять много, да, там целый перечень по поручению, по итогам дает наш губернатор, да, который мы ставим на контроль, выполняем, но поверьте, это неформально. У нас там будет шатер, в который можно прийти и пообсудить какие-то вопросы. Вот шатерная нагромка, это шатерная нагромка, это, наверное, палатка, значит, мы планируем встречу с Игорем Владимировичем, да, с руководителем Александровичем. И палатка, это такое, знаете, слово-то лучше нам нужно. Во всяком случае, чай-то будет горячий, очень вкусный, так сказать, да, и плов, и, в общем-то, эти вещи, я думаю, что состоится дело. — Владимир Михайлович, а почему вообще возникла мысль, как бы, типа, фестиваль национальных культур каким-то образом отграничить от праздника Дня города? Почему вдруг вот туда, куда-то там вынесли, когда все время мы проводили этот праздник вместе? Что случилось такое? В чем тут? — Ну, вы знаете, мне сложно ответить, потому что у нас, вы знаете, есть органы сплентной власти, есть правительство Кировской области, есть муниципальная власть, да, поэтому... — Андрей Васильевич, городу этот вопрос надо задавать или что? Я правильно вас понял? Простите, перебиваю. — При организации мероприятия, значит, вы сами видели огромное, так сказать, огромное количество мероприятий, распространенных в администрации, распространенных, вернее, прописанных в афише Дня города. — Ну, мелким шрифтом... — Большое количество площадок, да. И вот при согласовании нам администрация города обозначила место, вот это сквер борцов революции. — И вы согласились. — То есть, и я про это говорю, что планирование таким образом... — Хорошо, с другой стороны, а может быть, диаспорам как-то, вот, национальным сообществам можно было поднажать, как-то потребовать, мы хотим поразить. — Ну, это однозначно, я считаю, что слабость диаспора, потому что, ну, что такое, три года как бы мы проводили все вместе в одном месте, и вроде все успешно было, а потом раз, куда-то, что там будет? Я не говорю, что там будет плохо, пока не видел, посмотрим, время покажет. — Коллеги, кто из вас был на форуме народов России в ноябре прошлого года «Дом дружбы народов»? — Нет, к сожалению. — К сожалению, да, мы впервые проводили... — Не предлажает, Андрей Васильевич? — Ну, это не совсем так, наверное. Очень хорошее... Я даже не готов сказать мероприятие. Это действительно был праздник. Это действительно был праздник. Вот это надо просто смотреть и видеть, с каким удовольствием пришли люди, да, молодежь. Сколько было национальных костюмов, сколько было встреч очень приятных. Да, да, мы не говорим там, да, тоже были какие-то соревновации, там изюминки, и плов варили, и чай пили, и говорили, в общем-то, и каждая, каждая, значит, диаспора старалась рассказать и показать. Там и кувшины приносили, книги приносили. Знаете, с гордостью говорили о том, что вот это историческое, вот это мы очень ценим. Мы это очень любим, мы это очень уважаем. Поэтому мы будем проводить... Вот речь-то не идет о том, что, да, вот отделители, главное, чтобы не просто галочка какая-то была поставлена, да, мероприятие провели, как это раньше. — Это не просто местечковое мероприятие. — Коллеги, поверьте, не стараемся. — Цель в том, чтобы большое количество людей поучаствовало в этом. — Безусловно, во главу. И не просто поучаствовали. — И не просто кто-то порадовался своему кувшину, а чтобы все его соседи, не его национальности, тоже порадовались этому кувшину. — На днях у нас был разговор, или принять участие, или участвовал, или принял участие в работе. Это разные вещи. Можно просто присутствовать. — Но, поверьте, хорошее было знаковое мероприятие, мы будем ориентироваться, и мы услышали диаспоры, которые нам говорят о гулях диаспора. — Давайте будем проводить вот это, давайте будем проводить эти встречи. — То есть мы реализуем, мы и в планы свои включаем, не просто для галочки, но стараемся реализовать для того, чтобы, вот по большей части, я думаю, что вы меня поддержите, узнать культуру. — Если мы знаем культуру этого народа, да? — Поддерживаем. — Мы знаем обычаи этого народа. — Поддерживаем. — Мы узнаем друг друга, мы становимся ближе. Вот это самое главное. — А галочку поставить? — Это опять по философии, Андрей Васильевич. — Спасибо. — Когда количественные изменения в качественные переходят, количество должно быть максимально большое, даже не мероприятий, а количество людей, которые в этом участвуют. И сейчас я почему-то как бы, может быть, немножко и специально заостряю ситуацию, почему так реагирую на то, что вот перенести из Александровского парка фестиваль национальных культур куда-то там вот туда. — Ну, надо сказать, что в Александровском-то саду он будет, но чуть позже. — Ну, он будет, об этом мы как бы, но там будет не фестиваль национальных культур, да? У нас там другое мероприятие будет. И об этом Слава как бы сейчас расскажет. — Просто я не думаю, что вопросы национальной политики находятся где-то в задах, чтобы их куда-то задвигать. — Нет, конечно же нет. — Я бы, с Вашего позволения, еще хотел сказать о том, что у нас в этом году Дом Дружбы Народов провел два, или принял, скорее, одно мероприятие еще состоится. — Одно мероприятие, межрегиональное, это межрегиональный марийский форум «Мерканаж». — Он был уже. — Совершенно верно, он состоялся. — Это форум марийцев всей России, мы приняли его здесь, в Кирове. — Да, и друг друга родов. — Провели достойно, марийцы со всей России провели встречу. И в итоге налажены необходимые контакты и на правительственном уровне. И сейчас буквально почти одновременно с Днем России и Днем Города, 9-10 июня, в Вятских Полянах будет проведен довольно большой межрегиональный удмуртский фольклорный фестиваль «Чакара». Поэтому это межрегиональные мероприятия, это мероприятия для целого народа важные, знаковые, для марийского, удмуртского народа. — Я продолжу, Маличка, если вы позволите. Вот относительно этого мероприятия, действительно, оно очень знаковое. — Причем в Полянах, кстати, простите, перегрев решила проводить. — Он межрегиональный, он проводится в регионах, в этом году мы принимаем гостеприимно. Поэтому там на уровне, там не только битва, даже не, наверное, будет битва, потому что каждый коллектив будет стараться показать что-то лучшее, и действительно, может, хорошее такое соревнование. Там будет встреча на уровне, там будет встреча в том числе и на уровне руководителей органов исполнительной власти субъектов. Мы сейчас встречаемся, обсуждаем моменты для того, чтобы двигаться дальше. Какие-то общие точки ищем. — А конкретно? Какие цели преследуют? — В том числе показать традиции, особенности, красоту удмуртской культуры в фольклоре. Ну и встретиться с своими коллегами, осудить, так сказать, вот как сейчас можно говорить, в сфере часы, куда мы идем, что движется, что можем сделать, что сделать по перспективе. — Почему в Вятских полянах? Вот почему? Вот если мы хотим красоту удмуртской культуры, мы должны максимальному количеству людей показать. Где мы можем максимальному количеству людей показать красоту удмуртской культуры? — Вы говорите о Кирове, да? Вы говорите о Кирове. Ну, я думаю, что здесь есть чисто ряд традиционных моментов и финансовых. Мы говорим, в общем-то, о территории, о местах компактного проживания, будем говорить тогда. Поэтому, наверное, в первую очередь, исходя из этого. — Разрешите дополнить? В этих мероприятиях мы ориентировались на добрые пожелания самих российских организаций этих народов. То есть, если организация Марийского народа, Всероссийская организация, пожелала провести это мероприятие в Кирове, мы его провели в Кирове. Если оказалась организация Закамских удмуртов, она все-таки организация из Башкирии, инициировала этот фестиваль и проведение его ближе к Вятским полянам, то этот фестиваль разместился там. — Вопрос о логистике, куда удобнее добираться. — Да, мы как бы проявляем гостеприимство, уважение. — У нас Володя сегодня, он играет. — Добрый полицейский. — А вы сидите рядом со мной, Азизалевич. — Андрей Васильевич, так я с вами рядом буду еще сидеть, пока мы с вами вместе на национальную политику России работаем. Мы нашей передачей выдумываем дружбу народов. Поэтому мы будем сидеть с вами сколько надо, и будем сидеть, и будем делать как бы... — Коллеги, еще можно, да, Владимир Михайлович, и реклама у нас скоро будет. — Не знаю, наверное, резюмировать, не резюмировать эту тему. Это часть нашей беседы, да. 10 июня текущего года, это буквально через два дня, в поселке Мария Ашаева, Пижанского района, большой марийский праздник, Пеледыш по ИРМ, это праздник цветов, вот, с приглашением. — С цветами только не очень в этом году. — Я с удовольствием по поручениям руководства, выезжая на это, вот, хоть чиновник, не хочу говорить, праздник, это действительно праздник. Вот надо смотреть, какой вот любовь. — Какого числа? — 10 июня, начало в 11 часов, ну, я уж возьму на себя такую смелость, так сказать, да, хоть и не организатор, но пригласить всех, кто меня сейчас слышит. Вот, еще разочек повторюсь, поселок Мария Ашаева, Пижанский район Кировской области, 10 июня, в 11 часов начало, перед центром марийской культуры, там, центром марийской культуры, хороший, современный, Мария Ашаева, да, вот, поэтому я думаю, что будет очень красивый и веселый праздник. — Вот, нам пора сделать небольшую фантуру, Ази Саевич, рекламу нужно выпустить, вернемся через полтора минуты. — Союз нерушимый. — Давайте дальше бежать, вот именно бежать, потому что времени остается совсем немного. Андрей Седавных, руководитель Дома дружбы народов Кировской области, Владимир Зайцев, замминистра внутренней информационной политики нашего региона. — Да, и спасибо, что он сегодня с нами, да. — И Вячеслав Тихонов, президент культурного фонда «Яркий город» нам, наши гости. Андрей Васильевич, Владимир Михайлович, мы договорились, нужно отпустить по делам очень срочным, через 5-6 минут. И вот на Вячеславу еще будет время для того, чтобы познакомить, анонсировать те мероприятия, которые будут и дальше, межнационального плана, конечно же, имеем в виду. — Ну вот у меня в качестве пожелания, и Владимир Михайлович, и больше, наверное, Андрей Васильевич Андреевич, вот мы, например, с Володей уже достаточно длительное время ищем представителей марийской культуры и удмуртской культуры, чтобы... — Нам нужно сделать выездную передачу. — И у вас приезжают, понимаете, на конгресс, так сказать, марийцы России, и у нас на передаче они не присутствуют. — И вот теперь я об этом узнаю. — Ну, представители любых культур, чтобы могли рассказывать, даже русской культурой, пожалуйста, основной народ нашей страны, мы готовы и нужно об этом рассказывать, и этих людей слушать, и показывать. Поэтому, если у вас такие возможности еще будут предоставляться, пожалуйста, мы с Володей с удовольствием с ними поговорим, тем более для нас, для самих есть много секретов и тайн той или иной культуры, так сказать, неизвестного в этих культурах, которые нам самим очень часто хочется услышать. — И нашим слушателям, безусловно. — У нас, конечно, есть такие люди и в марийском, и в удмуртском народе, и теперь, получив от вас официальное приглашение, я буду, разумеется, вам их предлагать. — Да, вот спасибо за это. — Договорились. — Так, мы как-то еще к 12-му, мне хочется вернуться. Что еще это будет в программе? Раз уж на носу у нас День города, День России, выступление коллективов, 17 коллективов запранировано. — То есть это на той площадке. — Да-да-да, в программе также то, что можно сделать руками. В этом году наш День города очень любит мастер-классы. Они распространены по всему городу. Но наши мастер-классы... — Все издевники расскажут, что это не нанесение рисунков на лицо, руки. Это то, что можно изготовить своими руками. — То есть это изделия из глины, из дерева, из... — Ну, глиной мы решили гостей не пачкать. — Не пачкать, она требует воды. — Мы говорим о приобщении к ремеслу. — Да. — Но это изделия из дерева, различное плетение. Все, что можно сделать руками, там плетение из соснового корня. — То есть как готовить шашлык, салонить чай. — Как сделать неснашиваемые лапки. — Как готовить шашлык в прошлом году. — Да. — И плов. — Да, и угоститься при этом шашлыком. — Это все параллельно будет проходить? Вот коллективы будут выступать, плюс мастер-классы. — Да, и наши... — И это все на одной площадке, но мы уже знаем, что и на площади тоже будет, так сказать, какая-то палатка. — На площади будет еще одна площадка, но она будет в составе фестиваля «Вкусная вятка». — Это будет в составе фестиваля «Вкусная вятка». — Поскольку в этом году, кроме фестиваля «Вкусная вятка» на площади не порно. — Так, значит, еще будет фестиваль «Вкусная вятка» на площади, и в рамках этого фестиваля будут вкусности национальные. — Да. — Так, да? — Да, конечно, конечно. — То есть такой анонс. — Да, Андрей Васильевич, да. — В этом году мы в этом фестивале «Вкусная вятка» впервые, поскольку других зон или площадок на театральной площади для приготовления еды, кроме фестиваля «Вкусная вятка» нет, то мы разместились в составе этого фестиваля. — Понятно. — Это фестиваль национальных культур. — А еще на каких-то площадках будут какие-то национальные? — Все, две. — Только вот на двух площадках. — Да. Мы и так, извините, в этом месяце введем четыре мероприятия. То есть одновременно это Чакара, Сабантуй, Пеледыш, Пайрем — это все мероприятия, которыми организатором является Дом дружбы народов. — Андрей Васильевич, ну не говорите, а то мне хочется сказать. — Работают, уже переработали, бедные. — Нет, мы не переработали, но мы работаем день и ночь, не покладая рук. — Если только получилось, как бы... — Там я хочу, сейчас Андрей Васильевич, наверное, еще манечко добавит, а мы по торговле до 21 часа мы анонсируем тоже, да? — Да, пожалуйста. — Что мы имеем в виду? — Да. — Ну, да, поскольку фестивали и еда будут готовиться у нас до 21 часа, то это будем практически до самого салюта производить. — До салюта в честь Дня города, соответственно. — На ребятишек тоже будет рассчитано это все мероприятие? — Да, в значительной степени. — Семейный праздник, да? — Да, и наши предприниматели, наши партнеры угостят детей чаем. Именно угостят, не продадут, а угостят чаем, печеньем. — Сладостями. — Да, и мы планируем здесь на театральной площади выдавать флайеры, на основании которых это можно будет пройти по улице Московской на нашу площадку, на улицу, пересечении улицы Казанской и Московской. И там, на этой площадке, поучаствовать в фестивале национальных культур, сфотографироваться в зонах фотографирования в национальных костюмах. — А на этой площади мероприятия будут интерактивные? — Скажем, люди как бы непосредственно будут принимать участие, или оно больше все рассчитано на типа спектакли? Вот кто-то там танцует, поет, а мы сидим, смотрим и хлопаем. — У нас масса замечательных ведущих в Кирове, которые постоянно обеспечивают интерактив на наших мероприятиях. — Ну вы-то планируете. — Да, мы планируем так. — Вы планируете. — Спасибо большое. — В пользу случаем, да, уважаемые коллеги, очень признательны за то, что есть у нас «Эхо Москвы». И приглашаете нас в гости. — Обязательно. — Обязательно. — Вы нас, пожалуйста, информируете. — Теперь вы эту дверь открыли. — Спасибо, да. Как Петр Первый что-то прорубил, да? — Да. — Дорогие друзья, уважаемые слушатели, еще раз пользуюсь случаем. Хочу пригласить всех вас 12 июня на театральную площадь, на те площадки города Кирова. Будем весело отмечать, надеемся, что погода будет благоприятствовать нам. И праздник, День города, День города Кирова, нашего славного города Кирова, он удастся. — Андрей Васильевич. — Всем доброго, спасибо. — А также Дом дружбы и народов ждет вас 12 в 12 часов на площадке в сквере на пересечении улиц Казанской и Московской. С наступающим Днем города, Днем России. — Спасибо. — Спасибо. Мы не завершаем на этом программу. — Да, Вячеслав Тихонов, президент культурного фонда «Яркий город» остается с нами. Тоже есть о чем рассказать. С сожалению, времени не так много остается. — Спасибо. — Надо сказать, упомянуть о том, что те мероприятия, которые мы осветили благодаря Владимиру Зайцеву и Андрею Седавных, собственно, рассчитаны они и на самую маленькую аудиторию, и на самую взрослую. Семейные праздники, что называется. В общем, ноль плюс такое возрастное ограничение, как это принято говорить. — Вячеслав, поехали. Еще мы хотим знать, что будет проходить в ближайшее время. — Ровно через месяц. Сегодня же 8 июня. — 8 июля. — Мы так поняли, что вы отделили, так скажем, по разным причинам, отделили свой праздник, так сказать, вкусный. — Я бы не сказал, что он мой, я бы сказал, что он общегородской, наверное, народный. — От общегородского почему-то так уж получилось, но тем не менее мы хотим более подробно об этом слушать. — У нас ровно через месяц, то есть 8 июля в Александровском саду состоится очень вкусный праздник, очень вкусный фестиваль. Фестиваль называется «Вкусная Россия». Мы его проводим уже второй год. Этот фестиваль вошел в число событий, который, значит, число событий национального событийного календаря. Event in Russia есть такой сайт. — Какое ведомство составляет этот календарь? — Ростуризм. — Федеральное агентство или Ростуризм? — Ну, это при федеральном агентстве, там информационный ресурс работает. И туда входит самое крупное, самое интересное мероприятие по всей России и во всех регионах. Вот наше мероприятие «Вкусная Россия» уже тоже туда вошло второй раз. Мероприятие объединяет, значит, очень разные кухни, очень разные вкусы. И, конечно, в нем принимает в том числе участие представители национальных объединений, диаспора. В частности, азербайджанская диаспора принимает участие. Вот Ильинур Шамистанович, значит... — Бусейнов. — Фонд Азербайджан. — Да, фонд Азербайджан принимает участие в мероприятии, принимает участие, значит, автономия татар, принимает участие узбеки, узбекская кухня, естественно. — Куда же без них. — То есть это очень большой фестиваль, который просто... — Вы должны сразу назвать, когда называете узбеков, таджиков тоже. — Ну, видите, узбекская кухня, вот узбекский клоф, он как-то очень распространен в городе. Я хотел бы вам сказать, что один из, значит, я считаю, что один из результатов нашей работы по празднику плова, который массово проходил несколько лет подряд, я считаю, что в городе появилось, значит, кафе профессиональное. — Да-да-да, реклама повсеместная идет. — Это, на самом деле, это ребята, которые открыли такой же большой плов, называется, кафе. — Сейчас без рекламы? — Да. — Это не реклама, просто констатация фактов. — Я имею в виду, что это кафе открылось в Ростове-на-Дону, в Москве и в Кирове только. И оно открылось в Кирове, как раз те ребята его открыли, которые проводят аналогичные фестивали праздники плова в Москве. — То есть они являются организаторами, фактически. — Да, но они с местными ребятами, с местными кировскими бизнесменами открыли, и я так понимаю, что одна из возможных причин, почему они именно в Кирове его открыли, потому что они увидели, что здесь вот это движение, значит, блюдо, плов как плов, как блюдо, оно пользуется особой популярностью среди, значит, кировчан. И именно вот, понимаете, Ростов-на-Дону, Москва и Киров. Вот, казалось бы, вот такая игра. — Любопытно, Вячеслав, а как все-таки вот, ну, скажем так, коренные адские народы, вот они будут участвовать в этом? — Да, конечно, у нас представлена очень разнообразная кухня, очень разнообразная кухня. — Болба, тушеная капуста, пареная репа, бургеры. — Нет, нет, ты хорошо знаешь марийскую кухню? — Ну, немножко. — Немножко, а унбуртскую? — Тоже. — Ну, вот есть пробелы. — Да, есть пробелы. — Вот, то есть будут бургеры, например, вот, да, но только некий стритфуд, да, будут, значит, фалафели, это веганская кухня, вот, ну, будет. — А вот у нас есть целая там группа людей, которые Индией увлекаются, а вот будет индийская кухня? — Мы приглашаем, вот, если сейчас наш эфир слушают представители, значит, кулинары, повара, которые готовят именно индийскую кухню, пожалуйста, заявляйтесь, у нас на сайте вкуснороссия.рф есть форма заявительная, все нам пишут. — То есть по факту можно просто заявиться? — Да, заявиться, да, да, поэтому сейчас порядка там где-то 15 или 16 участников у нас уже, это абсолютно разная-разная еда, ну, понятно, что и будет на углях, приготовленная традиционно, это же всегда, все очень любят эту историю. Вот, сыры, особенно интересно, потому что фермерские сыры будут представлены, кстати, вот как раз на Эхе Москвы где-то месяц или полтора назад было. — Были сыроделы у нас здесь. — Да, вот, и как раз я слушаю эту передачу, всех нашел, как говорится, вот, потому что все заявлены. — Ну, это бы надо, потому что вот когда в Европе там смотришь, как вот во время таких фестивалей прямо стоят целые там эти прилавки там с сырами, с всякими. Мы хотим целый прилавок с российскими сырами. — Вятскими сырами. — Вятскими. — Вятскими сырами, давайте так вот, да, вот это очень важная тема, что они... — Да, пусть будет прилавок там и молочного комбината, и фермеров, и вожгольского там, и кого угодно. — Ошеть. — Очень важно, да, интересно, что мы в социальных крестьянах в группе «Вкусная Россия» проводили голосование за, ну, блюда, которые хотели бы Кравчане увидеть на фестивале, и победили вот два продукта. Это, значит, первое — это сыры, обязательно. Я видел, что даже Света вот за никого тоже голосовала. — Наш главный рекорд. — Да, да. Сыры и бургеры победили. Поэтому у нас представлены и сыры, и бургеры обязательно. Ну, и понятно, что и плов, там порядка пяти казанов сейчас уже заявлено, там, да. Ну, и понятно, что будет на гриле разные варианты мяса, и много-много-много разной другой еды. И очень важно, очень важно, что фестиваль «Вкусная Россия» проходит не просто для того, чтобы прийти поесть, там, да, у нас параллельно на сцене, на главной сцене Александровского сада будет проходить благотворительный марафон. Значит, и в процессе всего фестиваля мы будем, значит, собирать пожертвования на обустройство площадки в Александровском саду. — Слово. — Детская площадка? — Там и детская, и взрослая такая площадка открытого типа. И это инициатива простых ребят, там, которые вот в Кирове у нас занимаются тоже бизнесом. — А это где, вот в западной части сада? — Около шахматного домика. — А, понял. — И с каждой порцией 10 рублей будет уходить, вот, значит, в качестве пожертвований вот этой площади. — Все-таки там будет только еда? — Еда? — Или там будет музыка, еще что-то еще? — И музыка, и все такое вот на сцене. — Игры какие-то, да? — Очень много будет точек активности детские, семейные. — В Центральной Ротонде мы планируем организовать, это же все-таки 8 июля, День Семьи Любви и Верности. — День Семьи Любви и Верности. — Ах, да! — Петр Ильич Рожене. — Да-да-да-да. И там весь день в Центральной Ротонде будет идти регистрация, значит, свадеб. Ну, все, кто могут, хотят заявиться. — Она будет настоящая с приглашенным сотрудником ЗАГСа? — Нет, я думаю, что это как бы... — Или просто делается церемония. — А, может, будут еще и священники тут же, понимаешь? — Время нас поджимает, к сожалению. Мы обязательно еще более подробно поговорим, анонсируем это мероприятие. — Вот так вот время всегда со стороны Володи Сметанина поджимает нас и не дает нам... — 8 июля, напоминаем, Александровский сад, 0+, тоже, соответственно, да. — Конечно, конечно. — И Старый Млад могут подходить. Начало, мы не сказали, это будет. Или еще не определились? — Ну, в 10 июля начинают работать торговые площадки. В 11 открывается главная сцена, открывается благотворительный марафон на главной сцене. И что очень важно, я еще раз хочу, что это вот впервые мы проводим в таком формате, что с каждой порцией 10 рублей — это вклад в то, чтобы в Александровском саду появилась новая открытая площадка красивого европейского типа, где могут там и взрослые, и дети, значит, отдохнуть, посидеть, поиграть, пообщаться и так далее. Вот это очень нужно. — 8 июля. — Июля. — 8 июля. — Через месяц. — Ровно через месяц. — Ровно через месяц. — Спасибо большое, Вячеслав Тихонов, президент культурного фонда «Яркий город». На этом мы закрываем сегодняшнюю программу. Азиз Агаев. — И Владимир Сметанин. — До свидания. — До свидания. — До свидания. СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ